Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня хотел бы показать вам довольно интересный бой на танке Объект 260. Бой интересен, конечно, в первую очередь тем, что игрок смог тащить, несмотря на то, что его союзники все послевались. Но, тем не менее, он не бросил, так скажем, свое дело и до последнего сражался. Но смог ли он в итоге победить, ну, я думаю, вы сами увидите в конце данного видео. Также не забывайте писать комментарий, тем самым вы можете выиграть золото. Всего лишь нужно посмотреть видео сначала и до конца, после чего написать комментарий, указать свой игровой ник. Тем самым вы можете выиграть ценный голдовый приз. Также не забывайте подписываться на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также, друзья, вы можете зайти на сайт Вотхаб. Сейчас там очень крутая распродажа лутбоксов по 59 рублей. Со скидкой можно взять лутбокс и из них падают прем-танки. Можно выиграть прем-технику разнообразную. Кстати, используя мой промокод Maracassi, на данном сайте вы получаете дополнительный бонус при пополнении. Также на данном сайте вы можете выиграть совершенно бесплатные призы, включая прем-танки, золото, премиум аккаунт, поучаствовав в бесплатном розыгрыше в разделе бонус. Итак, друзья, разработчики запендовали новый танк Т-34М-54. По характеристикам довольно слабоватый он. То есть у нас тут всего 180 пробитий, вернее урона, извиняюсь, 171, но у нас пробитие 210 на голде. При этом у танка нет каких-то таких вот внушительных характеристик, может быть, по ДПМу или по живучести. Да, живучесть у него выше среднего, там у него 75 брони в валбу корпуса, 200 мм в валбу башни. Но все равно танк медлительный, у него 14,7 лошадиных сил на тонну, уделная мощность двигателя и максималка всего 55 км. Может быть, конечно, подапают его, но на данный момент данный танк выглядит весьма невзрачно. Так что, надеюсь, в дальнейшем данный танк апнут, потому что иначе он никому особо не нужен будет. Хотя, если бесплатно, его будут раздавать, что очень вероятно. Ну, может быть, какой-нибудь мини-марафон или, может быть, для черного рынка данный танк готовится. Что очень, кстати, вероятно, потому что, если вдруг вы помните, то вот Аунг Ларенг Панзер Пантер, есть такой танк, он тоже седьмого уровня. Его, соответственно, можно было купить в черном рынке за серебро. Так что, вполне может быть, что разработчики его тоже добавят в черный рынок. И, конечно, в 2022 году нас будет ждать новая ветка, на этот раз американских танков, с новой механикой. Там дополнительная, как бы, гусеница. То есть, если вам сбивает гусеницу, вы можете передвигаться все равно, хоть очень медленно, но с линии огня можно тем самым уехать. Если вы хотите, так скажем, сейчас уже прокачать данную ветку, то вы можете уже сейчас копить опыт. И серебро нужно начать прокачивать уже сейчас тяжелые танки американские до шестого уровня. Тем самым вы сможете сразу же открыть вот этот непонятный танк под названием М2-Y. Соответственно, данный танк, конечно, выглядит слабовато, но, может быть, в целом ветка будет имбовой. Так что, в принципе, можно задуматься об этом. А также, друзья, нас ждут новогодние коробки уже совсем скоро, потому что ноябрь заканчивается, наступает декабрь. И, конечно, это отличный повод, ну, в общем-то, пооткрывать кейсы, ну, от Wargaming'а официальные. Данные кейсы, кстати, будут и на Ватхабе. Их тоже можно будет там получить. Соответственно, данный танк обладает фугасницей. И это очень интересно, потому что хороший урон может выдавать, если проблёт противника. Ну, правда, там уже понерфили урон. То есть, был 950 сейчас где-то, по-моему, около 900, но, тем не менее, всё равно посмотрим, получится ли у разработчиков данный танк. То есть, не занерфили они его, потому что, ну, нерфы были очень серьёзные. Ну, в новых коробках новогодних, я думаю, можно будет поживиться многими танками, потому что очень-очень такая большая перспектива, что в этих коробках будут имбы, и, значит, стоит их открывать. Порой из коробок можно там выбить сразу же премтанк. То есть, даже бывали такие случаи, когда человек первую же коробку открывал и сразу же получал премтанк из них. Но также многие игроки получили награду для ветеранов, заслуженную награду. Многие уже, соответственно, получили призы. При этом там можно выбрать, что тебе больше нравится. И тут есть один нюанс. Надеюсь, вы, соответственно, сделали очень важный выбор, потому что очень некоторые ресурсы нужны будут. И если вы неправильно раскидали вот эти вот жетоны, которые вам давались, то есть купили не то, что нужно, то это может быть такая ошибка получилась у вас, потому что есть у этого танка, вернее, не у танка, а вот этих наград, один такой нюанс, что некоторые награды можно получить в огромном количестве, то есть за жетоны, все жетоны туда влить. А есть призы, которые можно только чуть-чуть на них, жетоны потратить. Так вот, если вы там, например, потратили все на 2D стилы, то, мне кажется, это неправильно. Хотя, конечно, вам виднее, но в дальнейшем нас будет ждать обновление бонового магазина. Оно, конечно, будет не скоро, потому что боновый магазин обновлялся, в этом году разработчики с этим не спешат. Но, тем не менее, то есть боны, я считаю, лучше всего было выбрать, потому что, ну вот смотрите, там 3000 вам дают бесплатно, потом еще, по-моему, 1500 бон можно получить, если вы получили хотя бы 3 жетона, то есть за 3 жетона 1500 бон – это неплохо. В итоге у вас получается 4500 бон, потом, может быть, в рангах вы еще нафармите, ну, не знаю, там сколько, там, по-моему, 1600 можно спокойно нафармить. В итоге вы сможете купить танк 8 уровня премиумный. А при обновлении бонового магазина будут добавлены весьма интересные танки, поэтому, мне кажется, это самый такой оптимальный выбор. То есть копить как раз боны и пользоваться такими возможностями. Есть, конечно, еще и серебро, и тут можно отметить, что будет, конечно же, черный рынок, и там будут премтанки за серебро. Но тут стоит понимать, что я бы точно не стал бы брать серебро. Почему? Да потому что серебро слишком легко фармится. Ну, то есть нужно всего лишь взять прям танк, там, может быть, активировать резервы на фарм, и вы сможете тем самым получить, ну, неплохие такие вот бустеры серебра, и сможете занедолго там нафармить все серебро. Серебра, кстати, в этот раз почему-то дали очень мало. Может быть, разработчики понимают, что в черном рынке слишком ходавно будет, если у всех будет огромное количество серебра. Так что серебро, оно слишком легко пополняется, ну, как мне кажется, не стоит тратить жетоны на серебро. А что интересного тут еще, ну, можно взять премиум аккаунт, было, то есть в любом случае вы не сможете взять боны в совсем каком-то огромном количестве, то есть там ограничение всего 1500 бон, поэтому придется куда-то еще боны влить. Я бы, может быть, в премиум аккаунт влиял бы, если бы у меня его не было бы слишком много, потому что прям очень выгодный. То есть если вы постоянно играете без премиум аккаунта, у вас еще остались жетоны, и вы очень часто играете, особенно там в марафоне, может быть, то мне кажется, что премиум аккаунт как раз самое то, чтобы, в общем-то, ускорить свою прокачку в игре. Но если у вас премиум дофига, конечно, это будет лишняя трата. То есть лучше в таком случае взять резервы на серебро, потому что они очень сильно заканчиваются. Потом, может быть, учебные брошюры, потому что их тоже редко можно получить, вот эти большие учебные брошюры. Ну вот это самое ценное, на мой взгляд, еще улучшенное оборудование. Даже вот я бы, наверное, по приоритету поставил сначала боны, потом улучшенное оборудование, потому что оно стоит, ну, за 5000 бон, оно продается, то есть вы экономите 5000 бон, и вполне вероятно, оно вам пригодится. На третье место я бы поставил, наверное, как раз резервы на серебро, потому что с помощью них вы сможете нафармить огромное количество серебра для того же черного рынка. Ну а потом, может быть, учебные брошюры, вот эти большие, потому что потом все равно будут переделывать экипаж, и хороший экипаж, конечно, будет очень полезен. Вот такие вот плюшки, друзья. Ну а вам я рекомендую пройти на сайт Водхаб в раздел бонусов. Сейчас там очень интересный розыгрыш премтанка проходит. Просто прочекайте сами, посмотрите в разделе бонусов, кнопка сверху. И желаю вам всего хорошего, удачи вам!